Рядом с местом, где поймали директора регионального управления по охране животного мира Виктора Данилова, на браконьерстве нашли останки и шерсть животного. Образцы переданы на экспертизу, которая покажет, рысь ли это и когда она была застрелена. Напомню, чиновника поймали охотники Колосовского района. По словам очевидцев, в рюкзаке была именно рысь, которая занесена в Красную книгу региона. Моя коллега Тахмена Тынысова расскажет о подобных случаях, когда в сибирских городах закон нарушали чиновники и те, кто его должен был защищать. Главного защитника животных Омской области Виктора Данилова подозревают в убийстве рыси, которая занесена в Красную книгу региона. Охотники Колосовского района сняли чиновника на видео. Отмечу, что Данилов так рьяно защищал рюкзак, в котором находилась предположительно тушка рыси, мешал видеосъемке, закрывал лицо, ругался матом, что есть основания полагать. Ему действительно было что скрывать. Впрочем, теперь выяснить это предстоит полицейским. Проверка продолжается. А вот в Новосибирске чиновник, который отвечает за социальную защиту населения, привлекал сотрудников бюджетных учреждений к труду, но на своей пасеке. Заядлого пчеловода, министра соцразвития Новосибирской области Сергея Пыхтина, активиста обвинили практически в рабовладении. По мнению общественников, на гектарах медового хозяйства чиновника работали сотрудники Тагучинского психоневрологического интерната и Аяшинского детского дома. Прокуратура выяснила, что на пасеке Пыхтина действительно работали сотрудники соцучреждений. Правда, никакого наказания министр до сих пор не понес. Он уже почти 9 месяцев находится на больничном. А вот в Томске не чиновника, а высокопоставленного полицейского наказание все-таки настигло. Руководителя отдела по борьбе с экономическими преступлениями УМВД региона Константина Савченко поймали на взятке. По версии следствия, он помогал бизнесменам избегать налоговых проверок и в общей сложности получил за это почти миллион рублей. Правда, не наличными, а в виде автомобиля и сотовых телефонов. Сейчас Савченко находится в СИЗО. Как и его коллега из правоохранительных органов Кузбасса, Сергей Калинкин, бывший руководитель Следственного комитета региона, оказался за решеткой. Его и еще нескольких заместителей губернатора Кемеровской области подозревают в вымогательстве у бизнесмена акций почти на миллиард рублей. Отмечу, что он единственный из всех фигурантов уголовного дела, кто оказался в СИЗО, а не под домашним арестом.